Итак, значит, Нельсон Гудман и про проблемы с выбором аксиомов в дедуктивных системах. И я хотел бы провести свое выступление в обратном порядке, то есть не в хронологическом, а в обратном хронологическом порядке. Почему? Потому что у Резника речь в основном идет о теории справедливости Роллса и о рефлексивном равновесии, о понятии рефлексивного равновесия Роллса. Вот хотелось бы немножечко уточнить это понятие. Зачем его вводит Роллс? Какую роль оно играет? Как я понял, у Роллса понятие рефлексивного равновесия вводится прежде всего в силу специфики гуманитарных наук. Если мы берем науки естественные, в которых есть развитые теории, которые, как я говорил в прошлый раз, могут рассматриваться в качестве моделей для математических теорий, это одно. В таких хороших теориях, которые могут играть роль некривых моделей, аксиоматизация может быть задана изначально. И мы можем, задавая некоторую аксиоматизацию, какие-то наиболее простые, выделяя очевидные принципы, с которыми многие согласятся, сразу же как бы включаться в построение дедуктивных аксиоматических систем. В гуманитарных науках, увы, это невозможно, потому что гуманитарные науки не имеют таких простых, хороших, очевидных для всех принципов, которые можно было бы, договорившись, принять за аксиомы и сразу же начинать строить дедуктивные аксиоматические системы. Поэтому-то Роллс и вводит свое понятие рефлексивного равновесия, смысл которого состоит в том, что мы некоторые исходные принципы, выполняющие роль аксиомбы, принимаем, но принимаем не настолько жестко, как это происходит в аксиоматических системах. И строим относительно этих условно принятых принципов дедуктивные системы. Эти принципы не претендуют на истинность, как то обычно бывает в аксиоматике. И в процессе построения некоторой дедуктивной конструкции может оказаться так, что следствие, которое дает наша дедуктивная конструкция, не совсем нас устраивает, противоречит каким-то очевидностям, допустим, очевидностям другого рода, очевидностям, может быть, более убедительным, чем исходные соглашения, чем исходные принципы. И в таком случае мы имеем две возможности. С одной стороны, можно сказать, что эти новые очевидности, очевидность неприемлемости некоторых следствий является лишь иллюзией. И давайте все-таки продолжать строить, несмотря на то, что это что-то вроде очевидного, невероятного. Мы будем придерживаться исходных постулатов и выстраивать все дедуктивные системы на них. А можно действовать и по-другому. Можно сказать, что мы что-то накосячили с исходными постулатами, и от них надо отказаться. Таким образом, мы можем корректировать построение дедуктивных систем, и можем и должны корректировать построение своих дедуктивных систем, подгоняя одно и другое, исходные принципы и те следствия, которые для нас кажутся очевидными или очевидно неприемлемыми. Мы можем отказываться и от того, и от другого. Или отказываться от своих очевидностей, или отказываться от исходных принципов, которые противоречат нашим очевидностям. Как мы знаем, в естественных науках ситуация иная, и те очевидности, которые связаны с нашим здравым смыслом, играют гораздо меньшую роль, и поэтому парадоксальные следствия из дедуктивных аксиоматических теорий, как правило, принимаются, а не отбрасываются. Ну вот, получается такая конструкция. Гуманитарные науки должны быть, безусловно, дедуктивными науками, но они не могут быть такими хорошими дедуктивными науками, как то мы имеем в области аксиоматических построений, в математике или в области развитых, естественно, научных теорий. И поэтому мы придерживаемся рефлексивного равновесия для того, чтобы компенсировать данную невозможность. Роллс не является первооткрывателем этого хода. Этот ход присутствует у Нельсона Гудмана. У Нельсона Гудмана в его работе «Новая загадка индукции». И там действительно Нельсон Гудман исходит из того, что объяснение индукции Дэвидом Юмом было в целом, так скажем, в общем, правильным или развивалось в правильном направлении. Что и приходит к выводу, что так называемая проблема индукции, которая строилась на Юме, не совсем соответствовала взглядам Юма и не совсем соответствовала тем правильным интуициям, на которые Юм опирался. Юм исходил из того, что описание нашей обычной практики построения индуктивных выводов является одновременно объяснением тех правил индуктивного вывода, которые мы принимаем. И если это так, то Юм был абсолютно прав. И Нельсон Гудман пытается показать, что это относится не только к индуктивным построениям, не только к индуктивным построениям, но и к дедуктивным, собственно, теориям. В дедуктивных теориях мы имеем аналогичную возможность. В прошлый раз Лев приводил в пример рассказ об ахилле и черепахе, в котором черепаха загоняет ахилла в тупик, показывая невозможность обосновать правила вывода дедуктивной системы средствами самой этой дедуктивной системы. Значит, подобную ситуацию с ахиллами-черепахой мы имеем в наших дедуктивных теориях, по мнению Нельсона Гудмана, даже это касается аксиоматических теорий, мы не можем дедуцировать правила вывода из аксиом, дедуктивные теории строятся иным образом, по мнению Нельсона Гудмана. Мы принимаем некоторые правила только в том случае, если эти правила позволяют нам совершать те выводы, которые мы обычно и делаем, которые мы готовы принять. Уже не только в области индуктивных выводов, но и в области дедуктивных выводов. В области дедуктивных выводов все точно так же. Все по юму, можно сказать, по юму. происходят. И поэтому никакой проблемы индукции на основе юмовских построений просто не существует. Существует другая проблема, новая проблема индукции, но уже не юмовского типа. почему мы считаем некоторые обобщения, некоторые правила более приемлемыми, чем другие обобщения, другие правила, хотя и то, и другое получено на основе обычной практики и вроде бы получено примерно одинаковым способом. Вот это и называется у Нельсона Гудмана новой проблемой индукции, когда мы уже как-то идем чуть дальше, чем юмовское решение, в целом верное, но недостаточно, так скажем, обоснованное самим Дэвидом Юмом. недостаточно обоснованное. Вот. То есть, как бы Нельсон Гудман призывает относиться к аксиоматике что ли более прагматичным образом. мы можем отказываться от своих исходных принципов в области дедуктивных теорий. Вот. Ну, и то, что мы видели на примере Роллса, есть лишь некоторое развитие идей Нельсона Гудмана применительно к социальным уже наукам, а не наукам естественным, на которые опирается сам Нельсон Гудман. Ну, и Нельсон Гудман в качестве материала для решения новой проблемы индукции широко опирается на Карла Гемпеля, на идеи Аппенгейма, ну, на некоторые идеи Гемпеля, Аппенгейма и ряда других, так скажем, великих философов эпохи революции в естествознании начала 20 века. Вот. Мне ситуация, значит, видится примерно так. Основное я вроде бы сказал. Пожалуйста, если есть вопросы или соображения, я готов уточнить, ответить. У меня вот такой вопрос есть. Правильно ли я понимаю, что нет какой-то специальной проблемы индукции, но есть, в принципе, проблема относительно логики, и она прилагается и к индуктивным рассуждениям, и к детективным. Ну да. Проблема индукции в юмовском смысле не существует. Существует другая проблема. почему действуя вроде бы по юму, вроде бы используя нашу практику выводов, мы в одном случае конструируем законоподобные обобщения, приемлемые обобщения, а в другом случае конструируем какие-то случайные обобщения. Это уже новая проблема индукции. Но метод так скажем решения, который предложен юмом, не затрагивается. Он сохраняет свое значение и сохраняет свое значение и за рамками индуктивных выводов сохраняет свое значение и на дедуктивных рассуждениях. Там мы должны также действовать прагматически, несмотря на все возникающие проблемы, которые могут быть не менее сложные, чем новые проблемы индукции. Я так понял. в этой работе рассматривает еще такие проективные свойства и непроективные или лучше наверное предикат. Я сейчас не вспомню, как точно это называется у него. Ну да, это для того, именно чтобы решить новую проблему индукции. Если мы так скажем прилежные дети Дэвида Юма, то не всегда нам удастся хорошо получать индуктивные обобщения. И вот для этого и нужно как-то разбираться с построением предикатов, каким образом их корректно строить, каким образом их некорректно строить в области индукции. Но и аналогичные проблемы могут возникать в области дедуктивного познания. Если мы признаем правоту Юма и на поле дедукции, у нас будут не менее сложные, чем новые проблемы индукции и проблемы. Я так понял. То есть получается, что вот эта проблема с проективными предикатами это проблема индукции в новом свете? Да, да. Мы в общем и целом принимаем Юманское решение, но оно нас не спасает от вопроса как же все-таки на основе обычной практики об общении получать правильное об общении и не получать случайное. Получать законоподобное об общении и не получать какие-то причудливые и неправдоподобные об общении. Так, я понял. А может ли это зависит каким-то образом от того, как мы в принципе логику строим? Зависит от того, как мы логику строим? Ну да, то есть мы можем из разных интуиций исходить, соответственно строить разные логики. Может быть существует какой-то правильный способ построения логики, который позволит избежать проблему с проективными предикатами? Ну, насколько я понял, нет. то есть не существует таких что ли надежных интуиций, таких аксион, которые бы нам помогли эту проблему решить. я так понял. Ну, мы логику трактуем прагматически, можно сказать, даже инструментально. и не существует априорно правильной, априорно совершенной логики. Ну, я так Гудмана воспринимаю. Пожалуйста, пожалуйста, Лев. Да, у меня еще, наверное, последний вопрос. Вот это рассуждение Гудмана, которое в дальнейшем было розом развито о рефлексивном равновесии, оно играет свою роль именно в объяснении того, как в принципе логика строится, или же оно играет какую-то роль в объяснении новой проблем индукции, то есть проблема с проективными предикатами. Как я понял, это касается в принципе логики. И в индукции возникает проблема правильных предикатов, правильных обобщений, но в дедукции, как я понял, возникают не менее сложные проблемы, парадоксы и так далее. Просто Нельсон Гудман основное свое внимание сосредотачивает именно на индукции в этой статье. Но у него вроде присутствуют намеки, что в области дедукции нам жить не легче будет. И там несколько другие конечно будут проблемы, не такие, как в области индуктивных обобщений. Проблемы с противоречивостью всякие другие могут возникать. Я так понял. А говорит ли Гудман что-нибудь по поводу источника этих затруднений? Может быть эти затруднения связаны как раз с тем, как логики строятся, с этим рефлексивным равновесием? Ну, насколько я понял, Гудман считает, что логики именно так строятся и по-другому не могут строиться. То есть мы в конце концов как-то тем или иным способом учитываем нашу практику дедуктивных рассуждений, выводов и строим свои логики так, чтобы наша практика дедуктивных выводов играла роль некоторых некривых моделей. Примерно так. Ясно, спасибо. Может быть есть у тебя вопросы еще? Если вопросов нет, можно перейти тогда к следующему докладу по Резнику. Давайте перейдем к Резнику. Сейчас открою презентацию. Лев, вы сказали, что вы хотели бы в следующий раз, я не знаю. нет, Сегодня хорошо, хорошо. Давайте. Ну что, если у нас никаких возражений от остальных участников нет, тогда мы переходим к Резнику. Вроде никто не подражает. у меня не совсем возражений, я на самом деле так не очень сильно и понял, почему проблема, которую Гудман формулирует, это какая-то принципиально новая проблема по сравнению с Юмом. Я, возможно, просто как-то прослушал, и поэтому я подумал, что я просто текст посмотрю, который Дмитрий Владимирович считал, там может быть понятнее. Я по пару слов могу сказать. Мне показалось, что Гудман считает, что Юмом действовал в правильном направлении, но несколько наивно и не видел тех сложностей подводных камней, которые требуются обойти. Решение Юма правильное, но наивное. Речь идет именно о решении или о формулировке проблемы с самым? Вы говорите, что Гудман предлагает как будто он уходит от юмовского смысла, что-то у него по-другому. У него решение другое или проблема другая? У Юма нет проблемы. У него есть одно правильное, но наивное решение, как мы получаем правила индуктивного обобщения. На основе обыденной практики, которую надо описать, это и будет объяснение нашего правила. Ну, юмовское решение, оно, как известно, скептическое решение, то есть это скорее признание невозможности выдвинуть нормальное решение, и вот поэтому так он и стомулировал. Во всяком случае Гудман не считает подобным образом, он считает решение Юма в целом правильным, именно так мы получаем правила индуктивного вывода. Гудман не считает, что здесь какой-то скепсис есть. Ну, скепсис в том, что по-прежнему, несмотря на то, что мы какую-то свою практику описали, условную практику, все равно у нас нет никакого гаранта в том, что те правила, которые мы используем, они являются действительно правильными, потому что всякий раз следующая проверка этих правил на практике той же самой может оказаться просто случайным совпадением условным и со не обязательно, что эти правила действительно подходят для мира. Просто нам везет, может быть. Ну, да, мы можем конечно выйти на новую проблему индукции, которую сам Гудман обнаруживает и пытается решать, но это уже за Юма. У Юма не было никакой проблемы индукции. Ну, хорошо, я Юма давно читал и поэтому точно не помню, но мне всегда просто казалось, что было, я поэтому не до конца и понял, что конкретно Гуднуман имел в виду. Сейчас понятнее, спасибо. Спасибо. Спасибо.